ПАРАД ПИАРА ПАРАД ПИАРА Самая престижная рекламная площадка в стране. Пожалуй, именно так теперь можно называть Верховную Раду. Все важные политические дискуссии проходят в соцсетях, телеэфирах, например, но не в парламенте. Законопроекты разрабатываются и даже утверждаются в диалоге с МВФ на заседаниях так называемых национальных советов, например, надсовета реформ. Даже парламентские комитеты, в которых раньше теплилась, ну хоть какая-то законотворческая жизнь, в этом месяце практически не работали. А перед стартом пленарной недели вынуждены были рассматривать сразу десятки накопившихся законопроектов. При этом самих депутатов такая практика, похоже, не смущает. Большинство устроило на этой неделе своеобразное соревнование. Кто предложит самый громкий пиарный документ? Тему продолжит моя коллега Екатерина Лысенко. Их не было под куполом месяца. Чтобы депутаты могли спокойно приступить к работе, даже охрану парламента усилили. Ведь никто не знал, что тут напринимают и сколько будет недовольных. Но волнения были напрасно, удалось принять крайне мало. Камминовские реформы, земельную, пенсионную и медицинскую в радио обсудили только поверхностно, в кулуарах. До существенных задач не дошли. Ключевое вопрос, посмотрите на периодок денный. Никакого законопроекта, который бы относился к внесению изменений дополнений в податкового законодательства, у нас осталось до 1 червня, реально, несколько недель. На этом неделе должен был быть рассмотрен звезды уряда. Програма действий уряда, в частности, и пенсионная реформа, и земельная реформа. Однако, коалиция и влада борются с стричками. Такие резонансные законопроекты должны представить премьер в зале, чтобы они были оправданы. Он презентовал пенсионную реформу, он презентовал податковую реформу. И все очекают, конечно, этих решений. И, конечно, есть сенс, очень большой сенс, перейти до оправдания таких вещей. Но вместо этого в Раде, что не вопрос, то маленький скандал и большой пиар. Неделю они начали с решением мандата радикала Артеменко. Вроде бы все по закону, но все признаются уж очень избирательно. И я против выбирковостей. То есть, если человек сегодня имеет подвольно патройное гражданство, он должен тоже быть избавленным. Потому что не должно быть, что Артеменко, знаете, как просто ЦАП произошло, за всех принял свою кару, и теперь все могут свободно подать. Кто имеет лишь гражданство Украины? Чудово, весь зал. Поэтому я возвращаюсь еще к ССБУ, проверить каждого на наявность другого гражданства. После удачного голосования одно громкое решение сменили на другое. Сперва запретили Георгиевскую ленточку, затем возглавили парад пиара фронтовики. И решили ввести санкции против Януковича и его окружения. Впрочем, этим постановлением парламент ничего не ввел бы, а только дал рекомендации СНБУ. Я этого не понимаю, как глава парламенту. Коллеги, доопрацюемо, будем давать новый вариант. Это уже недобросовестный пиар. В этом списке есть люди, которые просто-напросто не нравятся авторам этой постановки. А если не хотят эти люди руками через Верховную Раду, за шляхом застосования санкций, отжать эти предприятия у этих людей? Вот почему вопрос возникает. Тем более, что авторы этой постановки как раз на этом специализуются. В середине недели депутаты вошли в популистический раж, а скандалы только разгорались. К парламенту вышли сотни верующих, опасаясь инициатив все того же народного фронта. В повестке дня было сразу два законопроекта, которые могли бы серьезно изменить правила церковной жизни. Но документы оказались настолько скандальными, что их решили от греха подальше отложить. На фракции мы приняли решение более детально розглянуть эти законопроекты, оскільки они резонансными и они могут привести к сбору среди общества. Эти законопроекты антицерковные и мы считаем, что они антиукраинские. Этот хрупкий межконфессиональный мир, который соблюдается сейчас, будет нарушен. Я считаю, что политики не имеют права втручать церковную деятельность. На этой неделе депутаты единожды отвлеклись от споров и пиара и приняли действительно важный документ. Отменили скандальный закон Савченко. Эта неделя показала не только то, что депутаты охотно голосуют за документы, которые информационно выгодны, но и то, что голосов на более глобальные документы нет. Попытки хотя бы дать старт реформе медицины провалились. Законы очень сильные. Министерство охраны здоровья с этими законами пропонует такие очень небезопасные вещи. Они пропонуют финансировать от государства только невыкладную медицину, семейную медицину и паллиатив. Если с медицинской реформой можно какое-то время потянуть, а даже не требования МВФ, то с пенсионной вряд ли удастся. Там есть четкие дедлайны. Документ уже презентовал премьер. Депутаты коалиции под законопроекты и в глаза не видели, но уже готовятся их защищать. Вносить альтернативу – это фактически противставлять себя уряду. Мы не хотели бы это сделать, мы хотели бы сделать все так, чтобы это была единственная позиция в унисон уряду и депутатов. Но только силами коалиции, ввиду ее фактического отсутствия, ничего не примешь. Поэтому вполне ожидаемо, что за многие реформы голоса придется не только занимать, но и покупать. Они всегда давали голосы, я говорю про радикальную партию, на поддержку тех или иных важных для правовладной большинства законопроектов. Это маленькая архитектурная форма, киоск, который находится посередине парламента, который занимается только одним задачем – заработать на каждом голосовании. Я не перебольшу. Он, Олег Валерьевич, седает на встрече с Порубьем и шимирниками фракции. И первая реплика, которая звучит, это сколько? За это будет заплачено. Радикальная партия настолько радикальна, что ее телодвижение никому не понятно. Поэтому скорее, как говорил Олег Валерьевич, небо упадет на землю, чем он проголосует за бюджет, но потом он голосует. Вполне возможно, что такую последовательность он сохранит и сейчас. При принятии бюджета они отримывали певню преференции для тех структур, которые находятся под их патронатом или впливом. Это конкретные суммы десятки миллионов гривен. О пенсионной реформе на закате рабочей недели депутатам рассказывал и премьер. Но зарегистрируют документ только после обсуждения на Совете реформ. И очевидно, документ, как и бюджет, будут принимать в последние дни перед каникулами. Когда исправлять ошибки, просто времени не хватит. Но голоса можно будет продать подороже. А у нас в студии Алексей Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко, крупнейший в нынешней Верховной Раде. И Алена Шкрум, представитель Батьки Вщины, фракции, хотя и небольшой, но все-таки самого активного критика действующей коллекции в общей власти. Приветствую вас, Алена и Алексей. Алена, давайте начнем с вас. Как вы оцениваете то, что деятельность Верховной Рады в эти дни, вообще последние полгода, наверное, сводится только к пиару? К решениям, которые носят откровенно рекламную или предвыборную ценность? Вы знаете, мы много говорим про популізм, например, Батьковщину много звинувачивают в популізме, но я обязана сказать, что этот тиждень был, наверное, наиболее парадом популізма за всю историю этой Ради. Потому что действительно важливых решений на них голосов нет, важливые законопроекты даже не выносятся. Четверг должен быть, например, днем реформы государственной службы, в том числе. И мы должны принять законы, которые лежат уже лет в парламенте и должны там изменить правила гри по государственной службе для Кабинета Министров, Центральных органов, виконавчей влады и других органов. А вместо этого фактично забороняются стрички проросийские, забороняются соцмережи российские, но это, правда, не парламент сделал. И даже великой гадьбой, на самом деле, было то, что парламент не смог в четверг, в день вишиванки, принять постанову щодо рекомендаций санкций. Ну, питание, чи сама постанова есть вообще какой-то конструктивной, ну, очевидно, нет. Потому что рекомендувать РНБО принять санкции против ближнего оточнения Януковича, РНБО это и так может сделать, и могло сделать три года назад, и два года назад, и сейчас. Но даже не принять эту постанову и провалить эту постанову, это очень плохой знак. И, в принципе, мне тут нет чего родить, как оппозиции, например. Потому что это та вещь, которая гадьбит весь парламент, и меня в том числе. Ну, если оппозиции нечем радоваться, давайте задавать вопрос представителю коалиции. Алексей, вот вы власть. Скажите, почему в стране и в парламенте существуют разные политические повестки? Если посмотреть на то, что обсуждается активно в соцсетях, в телевизионных эфирах, это и отставка Гонтарева, это десятки обещаний, которые уже даны МВФ. Это сотни обещаний, розданных народу Украины. Но обо всем этом в парламенте не говорят. Почему? И как долго эта ситуация будет продолжаться? Я с вами не соглашусь. На этой неделе Украина получила безвизовый режим. Это уже решение, которое принято, с которым я поздравляю всех, кто нас слышит. И стало возможным это благодаря десяткам законов, принятых. Большая часть их была принята этим парламентом. Алексей, я хочу, чтобы мы сейчас обсуждали работу парламента нынешнюю, сегодняшнего дня, а не заслуги парламента за долгие-долгие годы. Давайте я готова обсуждать работу парламента нынешнюю. И на этой неделе принято целый ряд законов, касающихся военнослужащих, которые касаются средств массовой информации. Просто они не так интересны людям, о них не говорят. Намного интереснее у нас. Первые дни у нас обсуждались больше всего ягодицы на Евровидении. Потом у нас обсуждалось, безусловно, лишение мандата Артеменко. Эти вещи просто интереснее людям. И поэтому они на них обращают внимание. Если вы возьмете количество законов, то их приняты, и не один, и не два. Алексей, вы согласитесь со мной, что главные законопроекты, главная тема, которая волнует миллионы и миллионы людей, это пенсионная реформа, земельная реформа, медицинская реформа. Они провисают в парламенте. А вы знаете, такие вопросы, как пенсионная реформа, если бы мы взяли сегодня на этой неделе, внесли во вторник, и в четверг проголосовали пенсионную реформу, вот это был бы показатель, что украинский парламент нездоров. Есть один такой парламент у нашего северо-восточного соседа. Называется Госдума Российской Федерации. Там, что пришло из Кремля, они штамп поставили, работают как нотариальная контора, и выдали наград. Алексей, то есть нам кажется, что парламент ничего не делает. Конечно, когда сегодня премьер-министр презентует пенсионную реформу, мы идем в комитеты, мы будем ее отрабатывать. Это важнейшая реформа, на которой мы будем работать, и это займет недели, и так и должно быть. Ну, а мы будем за этим внимательно следить. Но похоже, что следующую неделю депутатам вам всем придется все-таки посвятить и другим темам, потому что уже сегодня, ясно, повестка дня меняется. Вот несколько часов назад Лариса Сарган, пресс-секретарь генпрокурора, опубликовала на своей странице в Фейсбуке новость о первом громком коррупционном деле против антикоррупционного бюро. В Сумской области сотрудник бюро вместе с подельником требовали у предпринимательницы 300 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования и закрытие уголовного производства. При получении части этих денег сотрудник бюро и его сообщник были задержаны работниками прокуратуры и СБУ. Впрочем, в самом бюро пока эту информацию опровергают. Но вот так был ли мальчик, точнее взяточник, мы попытаемся в прямом эфире выяснить. И у пресс-секретаря генерального прокурора мы сейчас пытаемся дозвониться Ларисе Сарган. Как только она ответит, обязательно выведем наш разговор в прямой эфир. Тем временем сам Юрий Луценко готовится к отчету в парламенте, который запланирован на 24 мая. И похоже, отчет этот будет очень ярким. Генпрокурор уже обещает представление на снятие неприкосновенности с трех депутатов. Евгения Дейдея из Народного фронта, Геннадия Бобова из Группы Возрождения и Андрея Лозового из Радикальной партии. Причина электронной декларации этих депутатов. Об этом Луценко сообщил сегодня на своей странице в Фейсбуке. Кстати, Андрей Лозовой это тот самый депутат, который умудрился внести в свою электронную декларацию «Даже святые мощи». Ну, чем вызвал, наверное, самый большой шквал политических шуток в 2016 году. Уже в этом году не меньше шума наделал шеф Лозового Олег Ляшко. Человек, который последние лет 10 или даже 15 не занимается бизнесом, а работает исключительно на благо народа в политике, сенсационно прирастает имуществом. Дома, машины, земельные участки. У лидера радикалов этого добра уже столько, что вмешалось и антикоррупционное бюро. Еще в апреле специализированная антикоррупционная прокуратура передала в бюро производство по делу о незаконном обогащении господина Ляшко. Возможно, представление по главному радикалу одно из следующих в списке у Юрия Луценко. Ну, а мы продолжим обсуждение с Алексеем Гончаренко, замглавы фракции Блок Петра Порошенко, Аленой Шкрум, представителем Батьки Вщины. Давайте, вот, кстати, по нашей последней информации, офис антикоррупционного бюро сейчас под усиленной охраной, якобы для того, чтобы не допустить никого из прокуратуры или СБУ в агентство в связи с тем громким задержанием, которое состоялось сегодня. Кто-то из вас может подтвердить эту информацию или опровергнуть? Алексей? Я могу подтвердить, что несколько часов назад получил эту информацию, и также мне ее подтверждали сотрудники прокуратуры, кроме публичного заявления пресс-службы. Надеюсь, что эта информация является правдивой. Почему надеюсь? Потому что я считаю, что наша генеральная прокуратура должна очень внимательно следить за НАБУ, а НАБУ должна очень внимательно следить за генеральной прокуратурой. Святых нет нигде, и, к сожалению, коррупционеры есть везде. И с ними нужно бороться. И вот такая, можно сказать, конкуренция и взаимная охота это то, что на благо украинского общества. Ну, возможно, вы и правы. Хочу зрителям сразу сказать, что то, что происходит сейчас под стенами НАБУ, выяснят уже буквально через несколько минут. Мои коллеги уже отправились к зданию НАБУ. Как только будет у нас установлена с ними видеосвязь, мы обязательно узнаем, что же там происходит. Давайте по представлениям по трём депутатам. Уже на следующей неделе, которую Юрий Луценко анонсировал, они появятся на следующей неделе в Верховной Раде? Как вы думаете, Алена? Ну, я считаю, что было бы неправильно и ненормально, если Юрий Луценко пишет в Фейсбуке про то, что он их подаст, а потом он не держит свои слова и их не подает. Но, на жаль, мы слышали много пиарных заяв от Офиса Генерального прокурора, там и про пана Бойко, и про другие знятения недоторканности, которые должны быть поданы. Но мне тут очень хочется верить, что это не просто самая пиар в Фейсбуке, а это будет конкретно. Алексей, а 226 голосов найдётся в зале за снятие депутатов? Голос Гончаренко там точно будет. Я голосую за все представления о снятии неприкосновенности, потому что я принципиально считаю весь этот институт феодальным абсолютным анахронизмом. Я не понимаю, почему мы делим в Украине людей на панов и холопов. В отношении всех можно завести уголовное дело и расследовать их деятельность, а в отношении народного депутата речь даже не об аресте. Для чего нужно представление, чтобы хотя бы можно было возбудить дело и провести следствие в отношении этих граждан. Чем они отличаются? Я считаю, что ничем. Кстати, Луценко это генеральный прокурор, который вот с этими тремя, я уверен, что будут поданять, больше всех подал представлений за всю историю среди всех генпрокуроров. Вот вопрос вам обоим. А не будет ли это последнее выпускание пара по поводу скандальных электронных деклараций? Дальше будет или нет? Вы верите в это? Но это заложить только... И что должно быть с теми непомерно богатыми политиками, которые в том числе сидят и в Верховной Раде, декларации которых шокировали украинское общество? Ну, по-перше, давайте так. Декларации должны проверять НАБУ и НАЗК. Мы для этого создали эти органы. Я надеюсь, что они это будут делать. Сейчас они очень неэффективны. И вы видите, они не встегают проверять декларации. НАЗК вообще не справляется. И, на жаль, для меня НАЗК, как орган, не показало никакой эффективности. Те, что сейчас Юрий Витальевич Луценко делает, фактически, проверку этих деклараций, на основе проверки этих деклараций, как-то пытается подавать подания, это все равно плюс, я считаю, для Украины и для украинской системы. Но подания на знание недоторганности должны быть грунтовыми. То есть это не должно быть пиар, а потом никаких действий не будет. Я точно буду голосовать за, но я хочу почитать, как юрист, хочу почитать, чтобы это было справедливое обрубование. Еще один очень острый вопрос. Отчет правительства, его все-таки ждать в парламенте в ближайшее время или не ждать, Алексей? Да, на следующий день. Вы и так дали уже месяц лишний после того, как закончился иммунитет правительства на отставку. Ну, вообще, это достаточно формальная вещь. Реально, надо признать, что, в отличие от предыдущего правительства, каждую пятницу, в час вопросов к правительству, весь состав правительства во главе с премьером находится в Верховной Раде, отвечает на вопросы. Фактически, этот отчет происходит постоянно. Но такой формализованный отчет, более расширенного свойства, на котором, в первую очередь, я хочу, чтобы оппозиционеры имели возможность задавать свои вопросы, и правительство заявило о своих планах, я считаю, что он обязательно должен состояться. И, в принципе, на следующей неделе он планируется. Точно так же, как и отчет генерального прокурора, тоже абсолютно европейская практика. Год отработал, пожалуйста, отчет. Похоже, интересная неделя будет. Алена, последний вопрос вам. Алексей верит в то, что пенсионная, земельная реформа уже скоро будут рассматриваться в парламенте. Я хочу у вас спросить, если закон Савченко 500 дней действовал, пока до депутатов наконец-то дошло, что что-то с ним не так. Вы верите в то, что такие громкие и острые вопросы для Украины, как пенсионная реформа, земельная реформа, будут быстро и качественно обсуждены? Я считаю, что они не должны быть быстро, как раз, обговорены. Они должны быть качественно обговорены. МВФ требует быстро. Ну, слушайте, МВФ не является моим выборцем, не является теми, кто представляет граждан Украины. Поэтому мы будем требовать как раз качественного рассматривания. Я считаю, что закон про государственную службу год рассматривался до второго читания. И так же нужно делать по пенсионной реформе. Мы еще не видели тексту, поэтому я буду требовать, по-перше, текст. И текст этот мает нам показать уже какие-то главные вещи. А дальше, ну, это точно не может быть через колено. Это мает быть выважено, это мает быть качественно. Ну, и будем сподеваться, что пан Гросьман покаже не только, как керовать государством, а и как заветовать перед нами и перед обществом, и как рассматривать такие важные реформы, качественно и достойно. Посмотрим. Все это будет уже совсем скоро на следующей неделе. Извините, Алена Шкрум, Батькевщина. Только хотел сказать, что все-таки главные события недели без виз, с чем я хочу поздравить всех наших зрителей. Я считаю, это главные события. Я все души тоже с этим всех поздравляю. Алексей Гончаренко, Блок Петра Порошенко, Алена Шкрум, Батькевщина. Были гостями подробности недели. Спасибо вам огромное, господа народные депутаты. Еще одна тема и этой, и следующей недели. Судебный процесс против Януковича, который наконец-то стартовал в Оболонском суде Киева. Что происходит в суде уже? И будет ли возможность услышать новые перлы от самого беглеца деталей в нашей справке? Его ждали все. Судьи, прокуроры и десятки журналистов. Но вторая серия главного судебного сериала прошла без главного героя. Виктор Янукович на видеосвязь так и не вышел. Хотя его виртуального присутствия раньше требовали именно адвокаты. Виктору Януковичу есть что сказать в этом процессе. 4 мая суд согласился и подготовился. Защита говорит плохо. Проведение процедуры за скайп-звязком не даёт возможности установить особу, не даёт возможности выполнять вымоги еще до разъяснения прав. Суд не разъяснил, чьи потребно находить прокурора пору с Виктором Януковичем. Хоть и без Януковича подготовительное слушание началось. На нем суд должен был определить, как именно заочно судить беглеца. Прокуратура представила новый обвинительный акт. Адвокаты попросили перерыв, чтобы изучить материалы. Им дали 10 дней. Прокуроры назвали это затягиванием. И начали строить далеко идущие планы, что все имущество Януковича должно быть конфисковано. А сам бывший президент обязательно возвращен в Украину. Для отбывания пожизненного заключения за госизмену. Но всё это после обвинительного акта. Если будет обвинительный вырок, я считаю, что правоохранительные органы Украины способны выполнить решение суду, обвинительный вырок, и затримать и доставить Януковича до Украины, чтобы он отбывал покарание и ответил за свои действия. Вопрос только в том, когда закончится суд над Януковичем. Уже понятно, что процесс над беглецом будет долгим. Но, по крайней мере, в последующих сериях могут появиться новые герои. 29 мая адвокаты обещают показать Януковича. А прокуратура, в свою очередь, в будущем привезти в судебный зал Яценюка в качестве свидетеля. А эту тему мы обсудим с Валентином Наливайченко, лидером общественного движения «Справедливость» и человеком, который много сделал для того, чтобы беглый президент всё-таки пристал перед судом. Валентин, я вас приветствую. Добрый вечер. Ну, как вы оцениваете этот процесс? Как думаете, сколько ещё ждать приговора? Знаете, я не оцениваю, я переконанный, что в Украине має відбудеться відкритий публичный процесс на найвищемо, можливому судовому рівні. Чому кажу сразу, я кажусь, зі старту про найвищий судовий рівень в Украине для такого роду процессу? Він, по сути, є прецедентным. Потому что, переконанный был и у влады, и когда пішов с влады, что нужно создать за такими, власне, наследками масштабных злочиней против людей, злочиней, по сути, против людяности, в нашей стране нужно было создать специальный судовый орган, специальный трибунал у состава Верховного Суда Украины, как нам радили наиболее знанные международные и украинские фаховцы права. Для чего, дружи, давайте скажемо телеглядачам Интеру, та для того, чтобы специальный суд, высокий, возможно, как специальная палата в Верховном Суде Украины, рассматривали за сукупностью все злочини, которые были совершены и до Революции Гидности, и во время Революции Гидности, и после. И, главное, что сукупность доказов, затриманных, я напоминаю, генералей за арештованных в часах правоохранных урагов Януковича, они должны быть рядом с ним. Вы сейчас правильно покажете скайп. Все это действительно проблемная ситуация. Да, но вы говорите о его подельниках, но за временем... Но в Украине с завратами есть люди, которые заарештовывали после Революции Гидности. Ну смотрите, вот приходят сообщения снятия, вы о них сами говорите, но приходят сообщения снятия с розыска Интерполом подельников Януковича, вот Арбузова, Клюева, другая компания. И этих людей что ждет? Они понесут наказание? Это две отдельные вещи. Я считаю, что невидворотность покарания в нашей стране, это наш об обязанности. И народные депутаты, которые так сейчас пиарятся, что какие-то три еще народные депутаты, они будут рассматривать. И никак не снимут депутатскую недоторганность из всех. Так само и тут. Мае быть запроведена специальная судовая палата и рассматривать как трибунал сукупность злочиней против людяности во время Революции Гидности. Бо на чале с Януковичем поплечники, силовики, чему они сгадуются, чему они не отвечают? Через них сталася российская агрессия. Через них не готова была держава на то, чтобы противодействовать агрессии. Тому и Министр обороны тех временем, и глава СБУ тех временем, и Министерство внутренних справ, и податковцы. Вот, зрозумите, я как человек, я действительно, помню, как все справедливо новые офицеры службы сбирали после Революции Гидности доказы, вот я вам скажу, что система была вражена вся правоохранная, была вражена тотальна система обороны державы и коррумпована с верху до низу. От президента, то колишнего, теперь уже втек, до останнего виконавца. Где? Податковцы. А дружи, давайте так же людям скажем, а переодягнені податковцы, переодягнені споробитники К, які выходили і чинили злочини на вулицях Києва, Полтави і інших міст. За сукупністю, моє переконання, спеціальний трибунал і спеціальний суд. Болонський суд при всій повазі можливий і до цього районного суду. Ви говорять о том, як була шокірована систему правоохранителей, нових уже, да, а обсяця, спомніте, в то время було шокіровано после того, як увидело Межигор'е размахом воровства, размахом вот этой коррупції, і ми вже говорили, що в генпрокуратурі хочуть, щоб суд конфисковав все арестованне імущество Виктора Януковича. Но, а що сталось после ВИП-беглеця в Україні? Оказывається, багатое із бывшого добра, бывшого президента, вже попросту разворовано. Елена Зорина провела ревізію движимого і недвижимого імущества семьи Януковича. Посмотрите. Вивозило імущество грузовиками. Я підтримував цих страусів. Що плохого в цьому? Але все забрать так і не успею. Знамениті кадри начало 2014 року. Видео з камернаблюдення Межигор'я. Остановіть! Теперь межигорське імущество беглого гаранта развлечення для туристів. Спустя три года то, що осталось і не разворовали, генпрокуратура арестовала. Здесь, по оценкам правоохранителей, ценностей на 10 млрд гривень. Але і це далеко не все. Тут все одно мільйони доларів ми зберігаємо. тут є міжигорський стіл, дуже дорогий, мраморний, де мова про сотню тисяч доларів. Це дорога італійська мозаїка. Одна точно звідси, одна звідти. Комендант Межигор'я Денис Тарахкателік показує уцелевші остатки білої роскоші. Телевізори були, техніка дорога, сільців було багато дуже гарних, картини, коври дорогі. Уже місцеві жителі дотягували. Ісюари, і туаліти. Тут, на жаль, що світла в нас немає, бо руки ще не дійшли. Розетки, техніку і навіть кровати предідущі сматрітелі Сухолучія повиносили. Ось тут спальня для танців. Унітаз хотіли зняти, але не вийшло їм зняти. Сухолучія і Межахія, надивіться на те, що там є арешт, але ось вже три роки, і воно, фактично, державі не потрібно. На балансі, на отримання, воно, фактично, самих активістів. Эти хороми далеко не все, що осталось после Януковича і його родственників. 12-комнатна квартира на Грушевського рядом з парламентом. Любимий дом столичной елити бизнесменів, политиков. Кто-то живет там на 17-м сейчас? Не знаю. Так ми можемо попасть туда? Нет, не знаю. Почему? Потому що у нас кламерок. А це Абалунська набережна і дом, в котором не жил, а был прописан беглец. Почтовий ящик заполнен. О, какое-то отправление на імя Януковича. Видимо, давно не проверяли. 13-м годом датировано, маєм 13-го года. Киевводоканал. Тут багато всяких щита коммунальні, судя по всему видно. Елітний район, Абалунський і Ліпкий. Здесь неподалеку расположений дом сына Януковича, Александра Особняк, на берегу Дніпра, недостроен. Еще два года назад його пытались продати, судя по этому объявлению, пытаются до сих пор. Цена – полтора миллиона долларов. В сім'ї Януковича правила – не оформлять все на себе. Більшість майна, яким користувався Янукович, воно було записано не прямо на Віктора Федоровича, а на ту ж компанію, як Танталіт. І відповідно, майно Танталіта, воно залишилося, і воно не повернуто. Так само в них її офіс на Подолі, він також до сих пір в їхній власності. І вот тот самий офіс, когда-то здесь располагался Танталіт, позже благотворительний фонд сожительниці Януковича, біжавши вместе з ним, Любові поліжай. Тепер на зданні і другие таблички. А журналистами здесь предпочитають не общаться. Бізнес – це отдельна історія сім'ї. Вот сайт одной із компаній старшого сіна Януковича. Она якобы не дійснює. Последні новости за 2015-й год. Столичний офіс ісчез в інтернеті, тільки адрес на оккупированій території. В корпорації Олександра Вікторовича Януковича було арештовано корпоративні права на найбільш відомі такі його компанії. Це Мако Холдинг, пов'язані з ними також інші компанії, а також Всеукраїнський банк розвитку. Дві земельні ділянки, чотири будинки, чотирнадцять автомобілів. А вот діло Любові Поліжай, похоже, продовжається. Як працює елітний спа-салон, який вона відкривала? І кому тепер приносить деньги? Пытаємось вияснити лично. 600 квадратних метров сауны, хамамы, бассейны, джакузи. Сюда зазывають і на дивишник, і на корпоратив. Там, якщо захотите, массажиста заказывається, ну, тут якщо гуляється, закладається. Дихається. Удовольствие не із дешевых. Один чоловік сімцемвилин чайник. Десерня, у нас сошки, сімцемвилин. Сімцемвилин. Кому сейчас принадлежит салон, пытаюсь выведать в маникюрном зале. Работники убеждають, Поліжай не видели, да і не знают, у них другая хазяйка. Она абсолютно цей. Кто хазяй, я не знаю, потому что здесь какое-то общество, какой-то директор, я не знаю свого директора. Она не Поліжай точно. Полтора миллиарда доларов это то, что недавно удалось конфисковать у особо приближенных к Януковичу, рапортуют правоохранители. Что будет с активами его семьи здесь, в Украине и за рубежным имуществом. Вопрос открытый. Найстрашніше, что история с повернением активов Януковича может закінчитися историей повернення активов Януковичу. Тобто с платой компенсацій Януковичу та его соратникам. Пока суд не занимается коррупционными преступлениями беглецов, но некоторые из них уже умудряются уходить из-под санкций, снимать запреты и продавать некогда арестованное. Елена Зурина, Марьяна Бурякова, Вадим Сверидонов, Дмитрий Курченко и Богдан Савруцкий. Подробности недели телеканал Интер. Продолжаем разговор с Валентином Наливайченко, лидером движения «Справедливость». Валентин, ну вот мы увидели кое-что осталось непонятно, кому принадлежит. Эксперты очень многие говорят, что имущество соратников Януковича, того же Клименко, Курченко, до сих пор работает и возможно кормит этих беглецов. Как вернуть все это государство? Первое и главное. И Курченко, и Клименко, и Азаров, и их нерухомость, бизнес, вселякие прихованные и наявные квартиры и другие, власне, майно незаконно добуто, было найдено за документованной доказой. На кинець 2014-го года, я, отвечаю, головой, подписано было и передано Генеральному прокурору и Генеральному прокуратуру. Давайте пояснимо, для чего это было сделано. Это было сделано для того, чтобы, наконец, Генеральная прокуратура, хотя в 2014-2015, году, начало криминальное проведение, предъявила подозру главным подозрюванным и фигурантам криминального проведения. И сразу в суде мав прокурор вимагать, что? Застосовать обмежения, санкции. И за решение не было сделано аж до останнего часа, пока уже Генеральный прокурор Луценко оголосил подозру уже главному подозрюванному Януковичу. Но сейчас, вертаясь к главной теме, нерухомость, которая осталась, нужно поддерживать работу активистов, которые искупают и журналысти, вы. Но вы знаете, что вы видите только верховку айсбергу. Насправдя, главные деньги, выкраденные из нашей страны, которые так нужно вернуть в государственный бюджет, выкраденные находятся, прокурору Лихтенштейна. Для чего? Для того, чтобы миллионы евро сложного ракуни. Валентин, очень коротко попрошу прокомментировать главный скандал этого дня. Что вам известно о задержании члена НАБУ на гигантской взятке? Правда это или нет? Возможно, вам известна фамилия? И правда ли, что сейчас офис НАБУ переходит в режим чуть ли не осадного положения? Зрителям напомню, мы это сейчас проверяем и обязательно еще посмотрим, что там происходит? Я могу сказать на главный момент. Той, кто проводит спецоперацию, мает ее комментировать. Это принцип профессионала, я всегда таких принципов дотримался. Если уже проводите спецоперацию, допускайте журналистов, поставьте пресс-секретаря или фахиста ведомства, которое проводит любую спецоперацию и комментирует и отдает информацию. Люди имеют право знать о любую спецоперацию, если она не секретна. Мы стараемся дать это право знать нашим зрителям прямо в эти минуты. Мы узнаем всю информацию, ждем комментариев, прорываемся к офису НАБУ. Напоминаю, все это вы увидите в прямом эфире. Вам, Валентин, я благодарен за этот эфир, спасибо за ответы. Валентин Наливанченко был гостем подробностей недели. Мы продолжаем, узнаем не только о том, что происходит в НАБУ. Вот еще некоторые следующие темы нашей программы. Реанимационный пакет для украинской медицины. Что представляет собой реформа отрасли и не останется ли она очередным планом на бумаге. Судьба пенсионеров в руках МВФ. Миссия фонда обсуждает с правительством пенсионную реформу. Каких сюрпризов ждать людям? Субсидий по весне лишают. У кого и за что могут отобрать соцвыплаты в 2017-м? Мусорное дело. Кого львовские отходы могут до тюрьмы довести? И какую угрозу горожанам несут невиданные завалы из мусора? Решение, которое вызвало целую бурю и в реале, и в виртуале. Президент вел в действие решение Совета нацбезопасности о блокировке в Украине российских соцсетей и интернет-сервисов. Казалось бы, звучит просто, но на деле затрагивает интересы миллионов украинцев. Одним только ВКонтакте пользовались почти 16 миллионов человек. А еще Одноклассники, Яндекс и бухгалтерская программа 1С, которую применяли большинство украинских компаний. Украинские провайдеры теперь обязаны закрыть доступ к этим сайтам. И многие уже выполняют это решение. Почему оно принято и может ли быть отменено? Посмотрите в нашей справке. Мейл.ру, ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс. Их всех забанили. На этой неделе Петр Порошенко подписал указ о расширении экономических санкций против России. В черном списке почти 500 юридических и больше тысячи физических лиц. Среди них сайты лаборатории Касперского, поставщик софта для делопроизводства 1С, программы, с которой работают бухгалтеры и самые крупные российские интернет-компании, в частности, соцсети. Эти мережи использовались для, с одного боку, незаконного сбора информации, с другого боку, через них ведется информационная агрессия против нашей Украины, кандовая пропаганда. Они используются даже для вербовки агентурной сети российскими спецслужбами. Именно это официальная причина блокировки. Мобильные операторы уже закрыли доступ. Интернет-провайдерам нужно время. На весь процесс мы считаем, будет потребен нежелающих блокировать доступ ждет штраф. Другое дело бухгалтерская программа 1С. Ею пользуются почти все предприятия Украины. Запретить ее, значит, спровоцировать коллапс. Поэтому она будет работать до конца года. И закроют ее только для государственных бухгалтеров. На самом деле ничего, служба безопасности Украины не имеет никаких вопросов к приватному сектору, который действует на законных подставах. И с приводу программы 1С, А вот запрет соцсетей многие назвали именно вмешательством в частную жизнь. Удивились и в мире. Генсек Совета ЕС Турбьорн Ягланд сказал, что это ограничивает свободу слова, критикуют решения международные правозащитники. В украинском министерстве информполитики парируют ВКонтакте и одноклассники никогда не были форпостом свободы слова. А вот ресурсам для пророссийской пропаганды да. К тому же ограничения это мировременные. Но проблема в том, что полностью закрыть доступ к интернет-ресурсу невозможно. Соцсети отреагировали на запрет моментально. ВКонтакте одноклассники разослали пользователям инструкцию, как обойти ограничения. И теперь пользователи российских сайтов перед выбором. Или идти к запретному плоду обходным путем, или искать альтернативу. Возобновить работу заблокированных сайтов под администрацией президента сегодня требовали несколько десятков активистов. В основном студенты. Хотели они услышать от властей, почему заблокировали соцсети, и что необходимо сделать, чтобы это решение отменили. Еще активисты в интернете создали петицию с требованием возобновить работу сайтов. Говорят, когда она наберет 25 тысяч подписей, отправят ее президенту. И сегодня на скандал вокруг запрета российских соцсетей отреагировали в представительстве Евросоюза в Украине. В ЕС признают, что защита национальной безопасности прерогатива украинского правительства, но все-таки отмечают, этих аргументов недостаточно. В ЕС надеются получить гарантии, что эти ограничения не пошатнут фундаментальное право на свободу выражения мнения и ждут от украинской власти подробных разъяснений относительно временного характера этих санкций. На этой неделе принято решение наконец-то прекратить поставки в Украину дешевых минеральных удобрений из России. Об этом сообщает Министерство Экономического Развития и Торговли Украины. Напомню, статус этого министерства в системе органов исполнительной власти Украины довольно высокий. Его возглавляет Степан Кубев, который также занимает пост первого вице-премьер-министра. До этого решения по российскому импорту почти 90% удобрений поступало в нашу страну из России. Причем, фактически монопольным их производителем была та же компания, которая работает и в сфере российского военно-промышленного комплекса. Теперь возобновлены антидемпинговые пошлины на этот вид российской продукции. На заседании этой международной комиссии из вопросов торговли абсолютной большинстве голосов было принято решение ввести метод для российских добрых циной 31,84% что позволяет с оптимизмом смотреться в будущем украинским производителям мячной селитры и другим видам добрых. Украинские минеральные добрые становятся конкурентно способными, чего не было до сегодняшнего дня. Остолько до сегодняшнего дня, а это цифра загрязненная за последние три года почти 300 миллионов долларов было потрачено украинскими производителями на закупивания российской селитры. Не можно одновременно торговать и говорить что мы воюем с краинным агрессором. Сегодня же нардепы участвовали в выездном заседании бюджетного комитета Верховной Рады в Донецкой области в Краматорске. Тема ущерб инфраструктуре региона, нанесенной боевыми действиями и возможность государства восстановить нормальную жизнедеятельность в регионе. Это было первое подобное заседание в одном из главных городов Донбасса. Важливо те, что законопроекты которые касались финансовой поддержки развития Донбасса были запропонованы и поддержаны бюджетным комитетом. В целом мы имеем большую проблему в многих направлениях с финансированием. Вы сами понимаете, больше 10 тысяч домов сруйнованы, больше 70 школ, мосты, дороги все это сруйновано. Плюс большинственная проблема связана с перемещенными людьми. Миллиард 200 миллионов за минулый год недофинансирование пошло по объектам в Донецкой области. В этом году нужно это исправлять. Ну и вернемся к санкциям. Дискуссии о них наверняка станут и одной из тем на переговорах в Европе, которых в ближайшие дни будет очень много. Уже на этих выходных президент Петр Порошенко встретится с Ангелой Меркель. Кстати, это будет его 11-й визит в Берлин. Президент побывал в столице Германии примерно столько раз, сколько его предшественники вместе взяты. Ну а кроме этих переговоров наши дипломаты готовят и встречу на высшем уровне с новым президентом Франции Мануэлем Макроном. Все-таки на следующей неделе пройдут и саммит НАТО, в котором впервые будет участвовать Дональд Трамп и встреча лидеров Большой Семерки. В общем, украинскому президенту и дипломатам предстоит очень напряженный период. А вот чего ожидать от переговоров Порошенко и Меркель, это вопрос для Татьяны Лагуновой, нашего Сапкора в Германии. Она сейчас выходит с нами на прямую связь. Таня, приветствую. Скажи, визит начнется уже завтра, а на что в Берлине рассчитывают готовиться к переговорам? Какие темы станут основными? Да, Алексей, завтра Петр Порошенко прилетит в Берлин в визит, что довольно необычно, состоится в выходной. Возможно, именно поэтому принимать украинского президента Ангела Меркель будет не в Берлине, а во дворце Мезеберг в часе езды от столицы. Там находится гостевая резиденция немецкого правительства. Программа уже известна. Меркель и Порошенко встретятся в обед. До начала переговоров сделают короткие заявления для прессы, ну а потом, собственно, на эти переговоры и отправятся. Ну а дальше уже как пойдет. Сам Петр Порошенко уже проанонсировал, что разговор с канцлером планируется содержательный на много часов. Главная тема это, конечно же, ситуация на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Меркель, которая, кстати, недавно встречалась и с Владимиром Путиным, и с Эммануэлем Макроном, наверняка более детально расскажет об этих переговорах и узнает позицию Украины. И не исключено, что будет достигнута договоренность о проведении саммита нормандской четверки на уровне лидеров. Чтобы познакомиться с новым представителем Франции в нормандском квартете президентом Макроном и, наконец, сдвинуть с мертвой точки процесс составления дорожной карты по выполнению минского пакета. Документ должен был появиться еще в конце прошлого года, но до сих пор его никто не видел. И это тормозит процесс реализации Минска, поскольку нет четко прописанной очередности выполнения пунктов пакета. В любом случае, позиция Украины, Германии и Франции в этом вопросе однозначно нужно начать хотя бы с нулевого пункта прекращения огня, а потом уже говорить и обо всем остальном. Ну и наверняка в Германии прозвучат уже традиционные заявления о безальтернативности минского процесса и нормандского формата. Кстати, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на днях был с визитом в Вашингтоне и, судя по заявлениям для СМИ, заручился и поддержкой Соединенных Штатов под тем вопросом, которые в Европе актуальны и для Украины. Алексей? Спасибо, Татьяна Лагунова о том, что может ждать в Европе украинского президента. Ну а президент США отправился в свою первую большую международную поездку. Сегодня он прибывает в Саудовскую Аравию, дальше Израиль, Ватикан, Бельгия и Италия. После, пожалуй, самой тяжелой за все время президентства Трампа недели в Вашингтоне он попробует сместить фокус внимания с проблем в собственном окружении. Терроризм, война в Сирии, конфликт между Израилем и Палестиной все эти темы будут в топ-новостях. Ну, после того, как Трамп начнет переговоры в Европе, наверняка одной из главных тем станет будущее НАТО. Американский президент не раз делал противоречивое заявление о будущем Альянса и Европе теперь важно услышать, насколько Трамп готов поддерживать НАТО. Вот будет ли Дональд Трамп обсуждать на переговорах войну на Донбассе, пока он ограничивался лишь общими фразами о том, что нужно установить мир. Так что на следующей неделе главной задачей для наших дипломатов будет подвести американцев к конкретному обсуждению российской агрессии в Украине. Пока же обстрелы на Донбассе продолжаются. Боевики опять бьют по жилым кварталам. Теперь на Мариупольском направлении. Что там происходит сейчас, знает наш корреспондент Руслан Смещук. После нескольких дней затишья на Донбассе снова обострение. Боевики массировано атаковали позиции наших военных. Некогда курортный поселок Бердянская находится сразу за Широкином. И вот за эту ночь здесь минус два дома по территории ударило более двадцати гаубичных снарядов. Таких огромных свежих воронок я не видел достаточно давно. Обошлось без жертв. Ведь эти дома уже несколько лет пустуют. Их жители убежали от войны. Четко три поодиночных, а далее уже по дві, по два, по два было прохода. Потом пристреливались, а далее уже может открыть грубо гатили с крупнокалиберной забороненной Минской домовленной артиллерии. Было нараховано близко 26 приходов. Военные говорят, подобные арт-атаки вполне могут быть выпускной аттестацией российских артиллеристов. Донбасс уже несколько лет для них учебный полигон. Пора экзаменов в артиллерийских училищах России. Мы в прошлом году все чувствовали, в этом году чувствуем. Мы как экзамены, так и начинаются вот эти стрельбы в них непонятные. А вот начало недели на Мариупольском направлении выдалось, учитывая местные реалии, относительно спокойным. Количество обстрелов уменьшилось. Причина – погода. В последние дни на Донбассе идут проливные дожди и грунтовые дороги стали сложно проходимы, а до некоторых позиций вообще на технике не добраться. Хотя совсем стрелять не перестали. Безусловно, тут уже хорошо простреливаются девятки. Позиции под оккупированным боевиками из трех сторон окруженным ВСУ до Кучаевском. Без десяти девять начался обстрел со стороны противника. Обстрел ввелся с двух БМП двойки и с крупнокалибранных кулеметов. На позицию упало около четырех сотен тридцатимиллиметровых разрывных снарядов. Еще несколько попали в соседнее Новотроицкое. У меня два окна выбили одно уставили второе не хватило денег. Зачем такое издевательство с народа? Село и стреляют. Чудом никого не убило а окна в селе стеклят постоянно. Снаряды прилетают по селу регулярно. Вот тут вот туда за стены за стены за стены Снайпер работает 7-62 бывает подключается у них на Тереконе там более крупнокалиберное оружие 12-5 12-7 14-5 Старый советский ПТР Это вот оно? Нет Тут немножко погромче работает. Это уже Маринка к привычным крупнокалиберным пулеметам гранатометом и минометом периодически подключается вражеская бронетехника. Слышно было что работает танк и снарядов 10-11 для станция установка работала отработали они довольно плотно Иногда снаряды перелетают и взрываются прямо на улицах в последний раз попала по местной школе Мы в подвале сидим так лететь что Детей эвакуировали занятий не было На стенах школы надписи и граффити сделанные школьниками и они совсем не детские ведь на войне взрослеют рано Руслан Смещук Вадим Ревун и Евгений Малярчук. Подробности недели. Телеканал Интер. Это подробности недели. Впереди у нас очень много важных и интересных тем, но через несколько минут. Реанимационный пакет для украинской медицины. Что представляет собой реформа отрасли и не останется ли она очередным планом на бумаге? Судьба пенсионеров в руках МВФ. Миссия фонда обсуждает с правительством пенсионную реформу. Каких сюрпризов ждать людям? Субсидий по весне лишают. У кого и за что могут отобрать соцвыплаты в 2017? Мусорное дело. Кого львовские отходы могут до тюрьмы довести? И какую угрозу горожанам несут невиданные завалы из мусора? Спасибо, что смотрите подробности недели. Мы возвращаемся в прямой эфир. Начинаем с громкой новости этого дня. Взрыв в пять утра разбудил жителей района на окраине Кропивницкого. Буквально через пару часов в главке нацполиции области сообщили неизвестные взорвали автомобиль оперуполномоченного СИЗО. Водитель в тяжелом состоянии госпитализирован, хотя на фотографиях, которые предоставили в полиции, белая нива без явных повреждений. На месте взрыва осталось черное пятно и следы красной жидкости. Местные жители подтвердили, взрыв слышали, но вот водитель, как видели, остался невредим, сел в машину и уехал. А в областной больнице врачи заявили, что пациента, пострадавшего от взрыва, они не принимали. Сильный взрыв. Нива стояла. В общем-то, никого возле нее не было. Паренек какой-то шел, я не знаю, с мобилки снял. Я опять, как говорится, спряталась. Выглядываю, смотрю, у Нивы открытые двери и водитель идет отсюда, с этой стороны. Я думала, наверное, Нива или сломалась. Оказывается, водитель сел в Ниву, дверь захлопнул, потом сюда быстренько развернулся, поехал. До нас в областную лекарню, ни за амбулаторной, ни за стационарной допомогой, такой пациент, чи пострадавший, не звертался. И на сегодняшний час у нас нема пациента ни в реанимационном отделении, ни в других отделениях, который бы пострадал от этого выбора. А вот буквально во время нашего эфира в полиции интригу развеяли. Оказывается, сегодняшний взрыв был лишь имитацией ранее раскрытого покушения на одного из руководителей местного СИЗО. Организатор и соучастник преступления уже задержаны. А в Запорожье расследуют резонансную смерть. Вчера после профилактической беседы с полицейскими умер мужчина. На его теле были следы побоев. Родственники погибшего уверены в вине правоохранителей, а соседи уже называют случившееся вторым кривым озером. Но в областной прокуратуре просят не делать поспешных выводов. Там открылись сразу несколько уголовных производств. По каким статьям? Последние новости расскажет Павлина Василенко. Отчего умер Максим Кулиш? Прокуратура Запорожской области сегодня обнародовала первая версия гибели мужчины. Там возбудили несколько уголовных дел. От превышения служебных полномочий правоохранителями до умышленного убийства. Мы сейчас определяем, где какие телесные повреждения. Будь то они причины работниками национальной полиции, либо иными гражданами. В этом контексте нами осмотрен автомобиль национальной полиции, который его задерживал. Родные Максима уверены, его убили именно полицейские. Правоохранители же предполагают, 27-летний мужчина умер от отравления неустановленным веществом. Могу категорично заявить, что на момент, когда следственная оперативная группа покинула семью нашего заявителя, то этот гражданин, он был живой и просто он находился в состоянии опьянения. Но вопросов в этом деле пока больше, чем ответов. Все произошло в ночь на четверг. Максим устроил пьяный дебош. Родственники вызвали полицию. Копы забрали мужчину на профилактическую беседу. Потом привезли обратно и бросили на бетонный пол в гараже. Сказали, что до утра его не трогать, потому что он под следствием. Что утром приедет участковый и его заберет. Ну, я не выдержала. Я встала в 6 утра, открыла, чтобы я думала, он протрезвеет. Думаю, напою его, включаем. А я обнаружила его, мертвым. При этом в гараже Максим лежал со связанными руками и с разбитым лицом. Пяти дилянты на лицо на его. На одно лицо. И рук извязан. Ничего, у детей не связаны руки. Кто ему связал руки? И вкинуть в гараж. Чего в гараж вкинуть? Чего не в кухню не завезти? Чего не вызвать скорую? Жители села Беленькое, где произошла трагедия, уже называют случившееся вторым Кривым озером. Та история, которая прогремела на всю Украину, случилась почти год назад. В ночь на 24 августа полицейские поселка Кривое озеро в Николаевской области. Избили, а потом застрелили Александра Цукермана. Эти кадры шокировали тогда всех. Молодой, раздетый мужчина лежит на земле, а руки за спиной в наручниках. Тогда в Кривом озере началось настоящее народное восстание против полицейского беспредела. Люди едва не линчевали копов и даже подожгли райотдел. Ведь прежде силовикам всегда все сходило с рук. И только после бунта полицейских взяли под стражу и начали расследование. Сейчас в СИЗО остается один. Главный подозреваемый в умышленном убийстве сержант Денис Ляхватский. А дело замерло. Последнее заседание суда было в марте. Очевидно, да, что защита обвиняемых пытается затянуть судебное заседание. В частности, заявляются ходатайства, которые не имеют никакого отношения к сути рассматриваемых вопросов. Кривое озеро по соседству с Врадиевкой. Поселком, где впервые люди восстали против милицейского беспредела. Здесь в 2013 году изнасиловали Ирину Крашкову, а затем пытались ее убить. Девушка чудом выжила и указала на своих обидчиков, среди которых оказались и два местных милиционера. То есть там изнасиловат. Здесь все сопровождалось всеми победами. Тогда попытались скрыть преступление, и люди пошли на штурм отделения милиции. Только благодаря резонансу виновных посадили. Но это единичные случаи. Ведь правоохранительная система своих не сдает, и преступники в погонах часто обходят закон. Павлина Василенко, Сергей Бордюжа, подробности недели, телеканал Интер. Очищение самой системы не единственный вызов, с которым пока не способна справиться нацполиция. Главный правоохранитель страны, Сергей Князев, открыто признается, мол, не умеют. Вот, например, в интервью журналу «Фокус» Князев перечислил главные проблемы. Это, цитирую, лес, рыбные запасы, угольные копанки, и относительно недавно возникшая проблема янтаря. Вообще, конечно, интересно, почему проблему янтаря глава нацполиции называет возникшей недавно, если уже несколько лет в местах добычи регулярно возникают перестрелки, а целые районы превращаются в лунный пейзаж. А вот объемы нелегальной добычи полицейские подсчитывают, имеют прекрасно. По официальным данным, в Украине ежегодно добывают только 5 тонн янтаря. При этом в Польше, на Гданьской бирже, продают ежедневно 10 тонн камня, добытого в Украине. И в СМИ появилось имя сотрудника НАБУ, который сегодня был задержан за вымогательство 150 тысяч долларов. Его зовут Александр Самковой. Напоминаю, что мы пытаемся дозвониться Ларисе Сарган, пресс-секретарю генерального прокурора Украины, чтобы выяснить все детали. Пока об уголовно-мусорной эпопее, которая продолжается во Львове. Город буквально завален отходами. Их уже 7 тысяч тонн. Грязные баррикады появились даже в историческом центре. Туристы брезгливо зажимают носы, а львовяне боятся за свое здоровье. Ведь такая антисанитария чревата массовыми отравлениями. Областная прокуратура открыла уголовное производство против городских чиновников. Но есть ли выход из мусорного тупика? Галина Якушко выясняла. Тихая улочка в самом центре города. Это ощущение, как будто ты на отдыхе за границей. А вот такой вид открывается в нескольких метрах. И шокирует не только вид. Запах в городе просто невыносимый. Эта семья полюбоваться старинным Львовом приехала из далекой Армении. Да и некрасиво, правильно. Много, очень много мусора было здесь. Город такой красивый, но мусор это уже мешает. Мусор из центра не вывозят вот уже неделю. Чтобы окончательно не испачкать репутацию туристического Львова, горожане даже сорить меньше стараются. Я даже не выношу уже из дома, потому что не хочу, чтобы еще больше было. Но дома також тримать неможливо. Тут есть какая-то катастрофа. Экологическая катастрофа. Чтобы такая красота, такая улица шикарная. И чтобы такое было. Это жах. А вот дворик Львовского института банковского дела. Зловонные кучи уже достигли окон. Районные власти даже не удивляются. Говорят, такие завалы во Львове повсеместно. Таких и 85 майданчиков проехали. Сразу три мусорные горы выросли на вот этой улице. А это прямо возле детской площадки. И возле переполненных баков играют дети. Ведь больше просто негде. То не только тут в одном месте. То, что бля моего будинка так и... Ну, неприятно, потому что где-то мячик туда попадает. Ну, не очень приятно дистать. Потом мячик нужно мить. А точечные проблемы со здоровьем уже начались. У Натальи двое детей. Младшему сыну 5 лет. Последние несколько месяцев его постоянно мучает кашель. Установить причину врачи не могут. Но мать уверена, все из-за мусора. Если смятя лежит на улице, его много, оно гниет. Бегают щурьи в конце кинцов по улице. То есть, есть какие-то микроорганизмы, которые, возможно, причиняют такие инфекционные заболевания. Власне дыхательных шляхов. Потому что, если выходишь, реально смотрят. Врачи бьют тревогу. Если мусор не вывезут в ближайшее время, то массовые отравления и эпидемии неизбежны. Областная прокуратура даже уголовное производство на подчиненных мэра открыла. Это порушение санитарных правил и норм что до запобегания инфекционным заболеваниям это массовым отравлением. 7 тысяч тонн. Именно столько мусора уже скопилось во Львове. Для понимания, в грузовик помещается около 20 тонн. То есть, сейчас на улицах города отходов на 350 фур. И это количество продолжает расти на 600 тонн в день. Как выбраться из этого мусорного завала? Андрей Садовый разводит руками. Мол, сделать ничего не может. Мы обратились к главе государственной комиссии премьер-министра, к главе нашей областной комиссии Синютки о том, что меморандум, на превеликий жаль, не выполняется. И мы проинформировали все службы, чтобы быть готовыми до следующих шагов. А следующий шаг – это инициатива оголошения неизвестного станка. Не отказываются, а просто не могут принимать львовский мусор в области. Мэр старого самбара Игорь Струхим говорит, сбрасывать дополнительно 10 тонн отходов попросту некуда. Пока только три города в области согласились взять отходы из Львова – Новояворовск, Буск и Червоноград. Суммарно они готовы принимать 80 тонн в день. Но Львов продуцирует в 7 раз больше. Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности недели. Телеканал Интер. Львов. Оставить нельзя реформировать. Наши государственные мужи никак не могут поставить в этой фразе знак препинания. И, наконец, реанимировать отечественную медицину. Какой рецепт предлагают в Минздраве? И почему он не нравится народным депутатам? Про главного больного страны – украинскую медицину. Елена Митясова. Пациент скорее жив или скорее мертв. В срочной реанимации нуждается украинское здравоохранение. Вернуть его к жизни должна реформа, где нет бесплатной медицины, привязки койко-месту и статистики. Где врачи не нищенствуют и помощь оказывают в комфортных условиях. Эта реформа должна была произойти у нас 20 лет назад, когда у нас закончился Советский Союз. Эта реформа, которая произошла во всех странах очень давно. У нас только Украина, по-моему, Белоруссия, которые остались вот в этом, знаете, мезозойском периоде, когда у нас, ну, просто деньги уходят в песок. Сюжет об исчезающих бюджетных деньгах в иллюстрациях не нуждается. Совет, село Веселое, Винницкой области. Фельдшерско-акушерский пункт здесь, как с иголочки, ремонт, загущет во всех кабинетах. Вот только главного фельдшера нет. Приемные дни хоть и прописаны на табличке, но это просто формальность. Фельдшера у нас сейчас нет, но тут и под меня, и там другая женщина, она наезжает, привозит какие-то таблетки. Никто не хочет тут далеко ездить, автобусные ездят каждый день, а местных нет. Вот и приходится жителям Веселого за любой медпомощью ездить в райцентр. Тогда зачем нужен ФАП в селе? В Минздраве настроены решительно. Оптимизация больниц, создание госпитальных округов, поздрасчет за свой счет и деньги, которые ходят за пациентом. Это главные положения медреформы. В парламенте уже и законопроект приняли об автономизации лечебных учреждений. Но дальше дело не идет. Чтобы расшевелить депутатов, главному медику Ульяне Супрун накануне и самой пришлось пошевелиться. И пока неподалеку от Верховной Рады медреформаторы ради реформы разминали суставы, в сессионном зале упражнялись в спорах, давать зеленый свет законопроекта Минздрава или нет. Эти четыре закона, которые были внесены на сегодня, не позволяют нам полностью раскрыть вопрос о реализации медической реформы. И, очевидно, будут провалены. Зволикание – это злочин. Взагалі, здивовано, что фракции и коалиции не могут договориться с Кабинетом Министров. Проте, как это должно быть? Это замовление фармакологической мафии, которая хочет остановить настоящую реформу украинской медицины. Кто тормозит реформу и почему Минздрав не может найти общий язык с депутатами? Все эти политические интриги мало волнуют Оксану Микусь. Она спасает своего сына. 11-летний Любомир нуждается в пересадке костного мозга. Мальчик уже прошел шесть блоков химиотерапии, впереди еще один. Но в Ахмадете, где должны сделать операцию, закончились лекарства. Их не поставили международные организации. Нужно 15-20 тысяч долларов на зарплату медсестры за эти 3 тысячи гривен. Четыре мы отримуем. Это нереально. Это хорошо, что мы в селе живем, что у нас хорошие парафианы, что у нас хорошая родина, друзья. И скидаются, как только могут, собираем деньги. И это при том, что программа по детской онкологии в этом году профинансирована на 100%. Из госбюджета выделено порядка 500 миллионов гривен. Я хочу спросить, где эти деньги и почему мы... Где лекарства? Дайте лекарства детям. Сейчас взрыв протоколов идет. Вы знаете, что у нас сейчас сетей уже не будет в Ахмадете для тромбоконцентрата. Они уже закончатся. Чем завтра трансплантацию? Чем от родственного донора, который работает в Украине, вообще не останется? Не хватка лекарств и оборудования, мизерные зарплаты врачей и, как следствие, острый дефицит кадров. Бесплатная медицина, которая стоит пациентам слишком дорого. То, что отечественное здравоохранение тяжело больно, признают все. Но в парламенте снова все закончилось обещаниями. Для министерских законов нашлись альтернативные. Политики решили их объединить и доработать. Дедлайн три недели. Но если чиновники и депутаты не успеют, отсрочка медреформы неизбежна, говорят эксперты. Ее внедрение напрямую зависит от бюджета на 2018 год. И если проект главной сметы до середины сентября сформируют с прежними показателями, прорыв в медицине откладывается еще, как минимум, на год. Елена Митязова, Анна Каменева, Владимир Дедов. Подробности недели. Телеканал Интер. Если концепция реформы медицинской пока не ясна, то вот главное положение пенсионной на этой неделе раскрыли. Этот документ согласовали с МВФ, а общественности представлял лично премьер. Теперь проект должен утвердить Совет реформ и парламент. Глава правительства уже пугает. Если они этого не сделают, дефицит пенсионного фонда в следующем году увеличится на 34 миллиарда гривен. Итак, как в Кабмине собираются латать финансовую брешь? И чего ждать украинским пенсионерам? Смотрите далее. Ее все-таки явили украинскому народу. Долгожданную пенсионную реформу. Я беру на себе полную ответственность за позитивный результат для украинских пенсионеров. До позитива украинским пенсионерам осталось совсем немного. Что же предлагают правительства? Первый момент. Пенсионный возраст. Его, как и обещали, вроде бы поднимать не будут. А это и есть главный нюанс. Если необходимый стаж меньше 25 лет, работать придется дольше. До 63-х. А тем, у кого он меньше 15 лет, на заслуженный отдых раньше 65-ти и рассчитывать не стоит. Правда, недостающий стаж можно докупить. Компенсировать вартость одного года, двух, трех, четырех, пяти, штрафов внизки до соответствующего пенсионного фонда. Но 25 лет необходимого стажа это только для начала. Его постепенно будут увеличивать. Ежегодно, на год. И в 2028-м он должен быть 35 лет. А что же делать тем, у кого трудового стажа нет? К примеру, заработчанам или домохозяйкам. Не имеет права на социальную пенсию. Социальная пенсия – это 50% от минимальной. Вот такая ситуация. А вот именно минимальную пенсию в Кабмине обещают поднять. В среднем пенсии вырастут в диапазоне, как показывал премьер-министр, от 200 и понад 1000 гривен. В зависимости от стажа и заработка. Уже осенью обещают отменить налог с работающих пенсионеров. И не откусывать от их выплат 15%. А вот специальные пенсии для госслужащих, прокуроров и судей должны отменить. Но чтобы все эти изменения заработали, их должны одобрить. Сперва на Совете реформ, а затем в парламенте. И желательно до летних каникул. Продолжение следует... Мы обещали георгиевскую ленточку, пытались провести санкции против окружения сбежавшего президента Януковича. Но на самом деле законов, которые нужны людям... Вот, пожалуй, только один был. В первом чтении приняли закон, который позволяет бесплатно кормить детей-переселенцев в школах. Это действительно очень важно, это нужно. Но на очереди еще 10 законов, которые позволяют поддержать переселенцев и которые нужно принимать. А другие законы даже вспомнить нечего, собственно говоря. Пытались еще ввести в порядок дня закон 45.11.41.28, который очень возбудили все общество. Это закон о церквях. Церковное законопроект. Церковное законопроект, да, совершенно верно. Смотрите, скандал вышел большой, несмотря на то, что их даже еще и не рассмотрели. Не рассмотрели, но люди увидели, что они в порядке дня и вышли верующие на улицу. Что ждет дальше эти законопроекты, если был такой громкий скандал? Я считаю, что это абсолютно вредные законопроекты, которые раскалывают общество. И которые взбудоражили еще больше нашу страну. Потому что даже в Советском Союзе не было того, чего записано было в этих законах, когда руководитель епархии, областной, скажем, утверждается центральным органом исполнительной власти страны. То есть это прямое воздействие государства на церковь. А самый главный вопрос, как может парламент с уровнем доверия в 4% пытаться руководить и давать какие-то рекомендации церкви, которая сегодня доверяет более 60% населения. Но пастор этого законопроекта вряд ли успокоится, они слишком решительно настроены. Чего ждать тогда? Я думаю, что общество должно сказать свое слово. Собственно говоря, верующие уже сказали. Причем разных конфессий. Как раз против этого закона объединились все конфессии. И все высказали свое мнение о том, что государство не должно умешиваться в дела церкви. И мы рассчитываем, что здравый смысл возобладает. Возобладает ли здравый смысл в других вопросах? Как вы считаете, на следующей неделе, она тоже пленарная, депутаты займутся, наконец, теми вопросами, которые ждет общество? Той же пенсионной реформой. Вы знаете, сегодня была попытка представить фрагменты пенсионной реформы. Впервые, пожалуй, открыто. Поскольку это все было кулуарно до этого. Но попытка, я считаю, неудачная. Поскольку, на самом деле, правительство пошло по абсолютно неправильному, ложному пути. Международный валютный фонд требует снизить дефицит пенсионной формы, который сегодня, по заверению правительства, является 140 миллиардов гривен. И вот, вместо того, чтобы урезать пенсию, там, или как-то увеличивать трудовой стаж, там, страховой стаж, надо заняться наполнением фонда. Увеличением дохода. Что для этого надо сделать? Для этого нужно либо создать дополнительные места рабочие в стране, поскольку сегодня у нас один работающий кормит одного пенсионера. Работодатель, или государство, или работодатель выплачивает налогов в пенсионный фонд 20% от зарплаты. Вот человек получает 6 тысяч, средняя зарплата по стране, 20%, в полторы тысячи идет пенсионный фонд. То есть, один человек... То есть, можно залатать дыру в пенсионный фонд? Один человек, который работает, получает 6 тысяч, он дает полторы тысячи гривен в пенсионный фонд и кормит одного пенсионера. Соответственно, средняя пенсия в стране 2 тысячи гривен, 500 гривен уже разница, вот откуда взялся этот дефицит. Выхода два. Первое, это заняться созданием рабочих мест, чтобы не было 5 миллионов мигрантов за рубежом, которые там создают пенсионный фонд, а создавали они у нас, создать рабочие места. И второй вариант, снизить тарифы, за счет этого повысить заработную плату работающим. Если зарплата будет 10 тысяч, а не 6 у работающих, как мы предлагаем, то 20% это уже 2 тысячи, это уже практически средняя пенсия. И дальше надо наращивать. Юрий Анатольевич, положа руку на сессу, как быстро эти вопросы будут подняты в парламенте, как вы думаете? Ну, во всяком случае, мы их подняли уже. А позиция нашей фракции будет такова, что надо заниматься не урезанием, а надо заниматься наполнением пенсионного фонда, поскольку есть возможности, есть пути. А что быстро надо сделать сегодня, это согласиться с нашим предложением, которое мы внесли еще перед принятием бюджета в первом чтении. Давайте снизим выплаты в силовом блоку, там примерно 30 миллиардов, это прокуратура, там правоохранительные органы все, полиция. Заложим и покажем реальную инфляцию, это даст дополнительных доходов в 40 миллиардов бюджет. И вот эти 70 миллиардов давайте сегодня дадим пенсионерам, давайте их поддержим. До какого уровня тогда может подняться зарплата средней пенсии в стране? Ну, это будет минимум 2,5 тысячи гривен. Еще одна скандальная топ-тема, ваша партия обещает отменить все запреты, которые были приняты на этой неделе, имеется ввиду блокирование социальных сетей. Как это удастся сделать? Ну, мы уже подали заявление в Конституционный суд, все члены фракции подписали его. И это заявление пошло в Конституционный суд, мы будем требовать, чтобы он рассматривал как можно быстрее, поскольку это на самом деле абсолютно четкое стремление ограничить права людей. И более того, там же ведь не только одноклассники или Яндекс пострадали от этого и люди, которые с ними общаются. А есть такая система 1С, более 300 тысяч предприятий. На ходу это не заменишь, это бухгалтерию, бухгалтерскую программу. Поэтому это уже прямой ущерб для экономики. Это очередное ухудшение ситуации в экономике, которая сделана руками сегодняшней власти. Поэтому я теоретически против, мы поэтому пошли в суд и считаем, что это наступление на права человека. Я думаю, что следующий будет ход, это указ о том, чтобы больше трех не собираться. Посмотрим. Спасибо. Ваша позиция ясна. Спасибо вам за ответы. Спасибо вам. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Мы с вами продолжим. Если вы используете свою квартиру для сдачи под офис, парикмахерскую или хостел, например, приготовьтесь заплатить штраф. 50 тысяч гривен. В парламенте зарегистрировали законопроект, в котором предлагают ужесточить штрафы за нецелевое использование жилплощади. Ведь сейчас такой нелегальный бизнес в городах повсеместно. И наказание за него это всего полсотни гривен. Таким образом, получается, что тысячи людей стали заложниками неудобного соседства. Как это, жить с хостелом за стенкой? На собственном опыте испытал наш коллега Олег Решетняк. Подозрительные кипочки ходят. И вот недавно обворовали две квартиры. Это да. Все моча. И все на свете прямо здесь. Все здесь. Вместо знакомых соседей каждый день новые гости. А к этому грязь, ночной шум и бесконечный фестиваль. Модное ныне слово «хостел» для многих горожан означает кошмар. Ведь незаконная ночлежка может появиться и у вас за стеной. Новый хостел. Позвонил, пришел, заселился. По сути, хостел – это общедоступное жилье с сомнительными удобствами. В народе просто общага. Но самое главное – вас там всегда ждут. Вам там всегда рады. Объявления на столбах по старинке для приезжих работяг. Гораздо больше предложений в интернете. Что предлагают и почем. И главное – в каких условиях живут постояльцы хостелов. Мы решили пройтись по стопам туристов. Выбираем мини-отель в центре Киева. Звоним. Скажите, там шумно, не шумно. Мне просто выспаться надо. Получится выспаться. Номера многоместные, восьмеместные. Поэтому зависит от соседей, естественно. Койко-места всего 80 гривен. Обещают удобство и тишину. Нам подходит. Едем смотреть. По указанному адресу – обычный жилой дом. А хостел – обычная квартира. У самого порога чье-то нижнее белье. На кухне – горы грязной посуды. На стенах и потолке – плесень. Среди постояльцев есть иностранцы. Ниццен только прилетел из Иерусалима. Если и мы поселимся в эту комнату, станем его седьмым и восьмым соседом. И как у вас уйти, короче? По-разному бывает. По-разному? Это же хостел. Это же общежитие. На вопрос администратору. А есть ли соответствующие документы на хостел? Девушка уклончиво отвечает. Главное, что полиция в курсе. У нас есть четыре участковые, которые к нам приходят регулярно. Также регулярно в полицию жалуются соседи. Но без толку. По закону хостел может располагаться в жилом доме. Но работать должен по строгим правилам. Иметь все разрешения. Кроме того, сам отель должен располагаться только на первом этаже. И иметь отдельный вход. Например, предпочено, что комната должна быть не меньше 8 квадратных метров. При этом на одну особу должна быть не меньше 5 квадратных метров. Но не для всех закон писан. Только в Киеве работают сотни нелегальных хостелов. А вот официально, со всеми документами и разрешениями, от силы 10. Вообще запрещено в жилом доме проведение любой предпринимательской деятельности. И то только на первом и втором этаже, который надо переводить нежилой фонд. Соответственно, можно сказать, что все хостелы, которые находятся в жилых домах и выше второго этажа, они переведены, они являются незаконными. Полиция и чиновники периодически устраивают рейды. Но меньше нелегальных хостелов не становится. Жители этого дома уже который год пытаются достучаться до властей. Обращались даже к первым лицам государства. Но ночлежка по-прежнему живет своей буйной жизнью. Они выпивают, там постоянно какие-то распивоны на подоконниках. Мы ходим здесь с детьми. И какой-то пример подрастающему маленькому поколению. Мы очень хотим, чтобы его закрыли. Потому что там люди разные, туберкулезные все. У нас детей полный дверь. Потом крадишки в квартирах очень часто. Ну какой запах. Заходим в хостел, как себе домой. Дверь открыта. Соблюдайте чистоту и порядок комнат. Штраф 100 гривен. Судя по всему, этот хостел продолжает свою работу. Через несколько секунд к нам выходит уборщица. Дмитрий, зачем? Я молодой человек. Нельзя поселиться? Нет, зачем ему нет? Еще мгновение. Появляется и администратор. Спрашиваем, на каких основаниях здесь открыли хостел. Я сейчас стою на частности. Частные квартиры переоборудованы в гостинице. Но при этом не выведены из жилищного фонда. А еще офисы, парикмахерские магазины. Александра живет в центре Львова. Не так давно в ее доме на первом этаже открыли несколько кафе и баров. Теперь коммунальные расходы заведений делятся на всех жителей дома. Но это еще полбеды. Сейчас за незаконный бизнес в жилом доме положен штраф. 50 гривен. В Раде предложили наказание ужесточить до 50 тысяч. Но остановит ли это нелегальную коммерцию? Можно написать в законе. Это нельзя, это нельзя, это нельзя. А если не будет ответственности за это нельзя, то ничего сделать не можно. Подвищаются штрафы, но нет механизмов их использования. А пока нет системы контроля, любой закон не более чем фикция. И тысячи украинских семей будут и дальше терпеть неудобное соседство. Олег Решетняк, Ирина Дьяченко, Галина Якушко, Сергей Ведмить, Юрий Голубинко и Богдан Стыцюк. Подробности недели телеканал Интер. Но если контроля за хостелами в Украине нет, то вот для тарифов на коммуналку, наоборот, основания найдут всегда. За что снова придется платить больше и кого уже в ближайшее время лишат субсидий? Все узнаете скоро, после короткой рекламы. Подробности недели снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. Как и обещал, поговорим о вновь возрастающих тарифах и тающих субсидиях. Итак, в скором времени снова будем платить больше. С 12 мая тариф на холодную воду вырос для 24 водоканалов страны. От 7 до 28 процентов. Столько составит подорожание. Самые высокие расценки в платежках увидят жители Львова и Киева. Такое решение в национальной комиссии объясняют ростом минимальной зарплаты, а также подорожанием электроэнергии. Ну что ж, тарифы растут, а вот субсидии урезают. С мая вступили в силу новые нормы их начисления. Что это значит для украинцев? Кто может потерять субсидию? А кто, наоборот, сможет получить компенсацию реальными деньгами? Выясняла Инна Томина. Так вспоминают отопительный сезон вольным под Киевом. Люди жалуются, денег катастрофически не хватает даже субсидиями. И с опаской ждут новых правил от Кадмина. Ведь они начали действовать уже с мая. Главное изменение в начислении субсидий урезали соцнормы потребления тепла, света и газа. Справедливо ли урезали нормы, мнения экспертов расходятся. А вот то, что изначально эти нормы установлены без каких-либо расчетов совпадают. Сейчас уже третий раз за последние четыре года у нас уменьшаются социальные нормы споживания. На основе чего? Все существующие социальные нормы споживания, это нормы взяты из стелы. И не нормы нужно установить, а нужно привязываться. Если человек, споживатель, побыватель, имеет лечительство, то нужно, может быть, нараховывать ее субсидию не за нормами, а за показания ее лечительства. Также по новой системе субсидию будут давать, исходя из среднемесячного заработка семьи. В прошлом периоде брались доходы за прошлый календарный год. На сегодня внесли изменения в постанову, и доходы будут браться за предыдущие четыре квартала на момент взвернения. То есть повышенную минимальную зарплату в 3200 будут учитывать уже в этом году. А значит, количество субсидиантов уменьшится. Забыть о помощи могут и должники. Если граждане имеют заборгованность за два месяца перед месяцем взвернения за субсидию, то субсидия таким гражданам не предназначается. Еще один нюанс. Теперь сэкономленной семьей больше не накапливается на счету, а списывается. Те домохозяйства, которые в течение отопительного сезона сэкономили газ и электроэнергию, получат до 700 гривен живых средств премии за свою бережливость. На премию могут рассчитывать около полутора миллиона украинцев. И для этого до 1 июля они должны подать в органы соцзащиты заявление. Вот только сумма компенсации будет разной. А вот чтобы заработала настоящая монетизация, когда людям будут выдавать живые деньги вместо технических, количество субсидиантов нужно значительно уменьшить. Ведь сейчас из-за неподъемных коммунальных тарифов на субсидиях почти 7 миллионов семей. И на это в госбюджете предусмотрены рекордные 52 миллиарда гривен. Больше страна тратит только на оборонку. Инна Томина, Вадим Сверидонов, Даниэль Косаковский и Андрей Кузнецов. Подробности недели телеканал Интер. И возвращаясь к самой резонансной новости сегодняшнего дня. О сообщении пресс-секретаря генпрокуратуры о задержании в Сумской области сотрудника НАБУ на взятки в 150 тысяч долларов. Пока никаких новых подробностей нет. В НАБУ эту информацию пока опровергают. А вот в генпрокуратуре давать новые комментарии не хотят. Главный офис НАБУ работает сейчас в штатном режиме. Но в реестре электронных деклараций и вправду есть декларация, заполненная Александром Самковым. Он обозначен как действующий сотрудник НАБУ. То есть по состоянию на апрель этого года такой человек в антикоррупционном бюро работал. Еще 15 мая этого сотрудника бюро видели на заседании суда по делу о скандальном ДТП с участием других сотрудников НАБУ. Ну что ж, продолжение этой истории смотрите уже завтра в подробностях. Ведь время сегодняшнего эфира уже подошло к концу. Вы смотрели подробности недели. С Алексеем Лихманом обязательно увидимся в этой студии ровно через неделю. Продолжение следует...